Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Кристина. Сегодня у нас коррекция моей работы. Эти ноготочки были отношены 4 недели. Для начала я обрабатываю ручки клиента антисептиком и приступаю к снятию материала. Делаю я это керамической взой кукурузы с синей насечкой на повышенных оборотах. Продолжение следует... Продолжение следует... Как всегда, вторым этапом моей работы является подпил формы. Почему-то я забыла сделать это фрезой, убрать длину, поэтому теперь убираю ее пилочкой. Сегодня я убираю длину полностью и делаю форму овал. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь бафим ногтевую пластину, тем самым убирая неровности после снятия материала. Продвигаю кутикулу пушером и приступаю к маникюру. Для начала я беру фрезу пламя из своего набора с Алиэкспресс, включаю реверс и на повышенных оборотах прочищаю все ноготочки в одну сторону. Переключаю реверс и работаю в обратном направлении. Все на тех же оборотах. Ну и сегодня я решила обрезать кутикулу ножничками. Скажу сразу, делаю я это не так часто, только учусь. Но вроде бы получилось неплохо. Прохожусь шариком на средних оборотах, тем самым дочищаю птилиги и убираю кутикулу, которую не смогла срезать ножничками. Ну и теперь, как всегда, шлифую ноготочки фрезой для шлифовки на средних оборотах в одну и в другую сторону. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к покрытию. Для дизайна я буду использовать праймер Кани, топ и базу от Борн Претти, цвет Блюскай номер 55, клей для фольги и саму фольгу. Наношу бескислотный праймер сразу на все 10 ноготков. Приступаю к нанесению базы и выравниванию ноготков. Для начала наношу тонкий слой, затем ставлю каплю, разравниваю ее и переговорачиваю ноготок для более четкого блика. Работаю я всегда конвейерным методом и материал всегда успевает просыхать в гибридной лампе. Продолжение следует... Наношу первый слой цветного покрытия. Делаю я это как всегда на все 4 пальчика, не дохожу до кутикул и боковых валиков. Затем наношу второй слой, делаю его уже потолще. И пододвигаю материал ближе к кутикуле боковым валиком тонкой кисточкой. Теперь приступаю к самому дизайну. Для начала я наношу клей для фольги тонким слоем и даю ему высохнуть, пока он не станет прозрачным на ноготке. После этого я отрезаю нужный кусочек фольги, обезжириваю ее с внутренней стороны и начинаю отпечатывать на ноготок. После этого перекрываю все ноготки топом от Burn Pretty без липкого слоя и делаю легкое выравнивание, где мне это понадобится. Вот что у меня получилось. Простой, но в то же время яркий дизайн. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мой инстаграм. До новых видео! Пока-пока!